Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Как заставить себя делать то, что не хочешь? У меня был приятель в юности Он не только имел чувство большой ответственности За поручаемые дела, за учебный процесс, в котором мы вместе принимали участие Но и чувство особенного сокрушения о том, когда нарушал этот учебный процесс Из-за своей любви поспать Он себе с вечера писал записку, которую клал возле будильника Подозревая, что когда тот зазвонит, его хватит только на то, чтобы пришлепнуть верхнюю кнопку И на этом прекратить свои споры с будильником, продолжая спать Так вот, он писал прямо на будильнике «Коля, встань, тебе это очень надо» Таким образом, борясь со своей сонливостью Но, говорит, что даже у этого увещания «Коля вечернего» к «Коле утреннему» были очень слабые плоды И он все-таки продолжал победоносно спать Не оказываясь сильнее своего худого хотения против чувства долга Если человек стремится выполнить то, что он должен То для него постепенно его собственные хотения теряют вот эту остроту привязанности к ним «Все делайте от души, как для Господа, а не для человека» Это увещание апостола Павла, конечно, действено только над теми, кто любит Господа Кто может, стремясь к нему, не считать даже за трудности Те преодоления, которые встречаются по ходу жизни То, что не хочешь, как правило, противится нашему самолюбию Мы хотим делать то, что доставляет нам некоторую радость, удовольствие, удобство Это самолюбие не требует уроков Человек растет, и вместе с ним его самость Его стремление угождать себе Только на определенном этапе жизни Мы, руководимые нашей совестью, можем признать, что Наше собственное хотение и Богом установленный нравственный закон Иногда бывают совершенно разнонаправленными Иного хочет Бог, а иного хочет наше поврежденное, падшее, зараженное грехом Человеческое естество Тот, кто кается в грехах своих, постепенно приобретает некоторую власть Над своими хотениями Это покаяние не однажды должно совершаться И даже не годами исчисляться Но, как сейчас показывает лично мне опыт жизни, десятилетия Идут десятилетия Человек кается И только на исходе, быть может, жизни У кого-то, может быть, эти внутренние перемены происходят гораздо стремительнее Но, думаю, таких меньшинство Происходит постепенное охлаждение Исполнять то, что хочется тебе Вот это вытравливание из самого себя По слову Антона Павловича Чехова Раба по капле Это вытравливание как раз самости Самохотения Из области своей внутренней жизни Хочу и буду То, что хочу, то и добро Это и есть заблуждение человека Первый шаг в преодолении этого заблуждения Хочу, то я хочу Но, несомненно, это зло Проявляется в покаянии И если хотя бы регулярно исповедоваться В своих худых расположениях То постепенно Иногда незаметно для самого человека Ослабляются вериги греха Которыми человек удерживается В исполнении недобрых своих хотений Итак, покаяние — это первое делание По освобождению души от этой злой зависимости По приобретению сил делать не то, что хочешь А то, что должен Следующий шаг — это некоторые действия Доступные тебе Тогда, когда и не хочется Но они нужны Ты Без зазрения совести В некотором смысле Сознавая, что не так уж ты добр Чтобы исполнить то, что нужно делать Тем не менее исполняешь это Является ли это подаянием милостыни Является ли это уклонением от соблазнов века сего От плоских ли грехов Ты, чувствуя себя совсем не тем, чем кажешься Однако В делах То и дело Уклоняешься от худого И исполняешь доброе Несмотря на то, что Поддержки внутренней твоей не хватает О, если б ты желал Явить свое милосердие Всем болящим и страждущим О, если б ты желал Раздать имение свое Всем тем, кому Труднее, чем тебе О, если б ты желал Быть совершенно Недосягаемым для стрел Купидона Или каких-то внешних Мирских и плоских соблазнов И никак не смущаться Сердцем от наличия В человечестве Противоположного пола То, вероятно Был боже святым Но ты не свят Поэтому в тебе еще немало Недобрых и нечистых расположений Но не унывай Не опускай руки Делай дела любви Даст Господь и любовь Делай Хотя бы в каких-то Доступных тебе формах И молитвенное правило Твоё исполняй Пускай не всегда Оно согрето теплотой Сердечной И вниманием ума Но Понуждай к этому себя Продвигайся хотя бы На миллиметр И крыло мухи Имеет вес Говорил преподобный Старец Аристоклий Афонский А у Бога весы точные И когда Перетянет дело добра Хотя бы на Вес крыла мухи То и великая милость явится Он говорил о России А мы говорим И о каждом человеке В отдельности Поэтому и малые усилия И малые дела Которые человек Понуждает себя исполнять По воле Божьей Вопреки собственным Нехотениям Будут иметь Великий вес И великую пользу Наконец Большим Подспорьем В исполнении того Что должен Хочется поврежденному Человеческому естеству Это Участие в небесной жизни Это возможно в церкви Церковь это небо на земле Ее таинства Делают тебя земного Причастным небу Что причастно небу То что свято Когда ты свят Когда ты очищен от греха Когда ты очищен от греха Когда покаялся в грехах своих Исповедуйся И власть над тобою Твоих собственных Недобрых пожеланий Будет ослабевать Будет даже отменяться Но только ненадолго К сожалению Инерция греха Продолжается в тебе Но всякое покаяние Это мощное потрясение Врагу рода человеческого Всем тем соблазнам Которые тяготят душу твою А хочешь быть в единстве с Господом Хочешь небесную жизнь Впустить в сердце свое И самому приобщиться ей Приобщайся к святых христовых тайн И это будет великим вкладом твоим В твое освобождение Сам Господь соединяется с тобой Таинственно, непостижимо Ни для какого ума Ни для какого рассуждения Но ты Господом осененный Ему приобщенный Конечно же не то же самое Что был до причащения Поэтому приобщаясь Всегда стремляясь Приобщаться к святых христовых тайн Ты будешь впускать в себя Небесную жизнь Ты будешь иметь все больше Не всегда осмысленных Но сердцем воспринятых Мотивов Для того, чтобы следовать За Господом И благодаря Его За Его милость безмерную Становиться во многом Христовым, Божьим А не принадлежащим Только своим стихиям Своим страстям Своим увлечениям Своим желаниям Так что из этих трех ступеней Стоит восхождение К последующему Совершенному уже охлаждению Ко всему тому Что не угодно Богу Итак Покаяние Умение видеть Свои неисправности Во-вторых Малые дела И в-третьих Участие в небесной жизни С таинствами Матери Церкви Несомненно И непременно Помогут тебе Заставить себя Делать Не то, что Не то, к чему Склоняет нас Грехом поврежденное Наше естество Но К тому, что Действительно нам полезно И возводит нас К самому Господу Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok